Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Контекст» на телеканале УниверТВ. Сегодня в нашей программе мы вам расскажем о том, как 24-25 октября состоялось несколько событий, которые серьезно повлияли на дальнейшую судьбу программы повышения конкурентоспособности российских вузов. Напомню, Казанский федеральный университет принимает участие в этой программе. Ректор Ильшат Гафуров непосредственно участвовал в этих событиях. О создании научно-образовательного центра мирового уровня, объединяющего весь научный и промышленный потенциал Татарстана, шла речь на встрече в Казанском федеральном университете. Республика Татарстан была выбрана в качестве площадки для строительства питомника для кошачьих в России. Центр будет называться Акбарс и предполагает изучение редких видов кошачьих. Совещание на эту тему прошло в стенах нашего университета. 17 российских вузов попали в рейтинг «US News Best Global Universe». Казанский федеральный университет в этом рейтинге уже не первый год. Примечательность данных этого рейтинга в этом году в том, что в направлении науки о космосе Казанский федеральный университет вышел на 114-ю позицию. В России он второй после МГО. В рамках празднования своего юбилея университет проводит ряд посвятительских акций в 16 городах и районах Татарстана. Мероприятия будут проходить вплоть до начала декабря. 24 октября состоялась встреча премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева с ректорами вузов, которые принимают участие в программе повышения конкурентоспособности российских вузов. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафоров участвовал в этом совещании. Встреча прошла в преддверии защиты дорожных карт университетов-участников программы. Дмитрий Медведев озвучил ряд обнадеживающих принципиальных моментов в плане продолжения программы в будущем. А уже на другой день, 25 октября, состоялась сама защита дорожной карты Казанского федерального университета в этой программе. Университет, надо сказать, сохранил свои позиции во второй группе участников программы, хотя это было не так просто и этому предшествовал целый год напряженной работы. О том, как это происходило, смотрим наш репортаж. Совещание с ректорами вузов, которые участвуют в программе правительства России по повышению конкурентноспособности российских вузов, состояло с участием премьер-министра Российской Федерации Дмитрием Медведевым 25 октября. На совещании премьер-министр отметил верность выбранной стратегии в усилении конкурентноспособности российских университетов на глобальном рынке образования и науки. С 2013 года был объявлен конкурс, где участвовало очень много, практически вся элита российского образования. Было отобрано сначала 15 участников, а потом через 4 года их состав был расширен до 21. И были выделены им ресурсы для того, чтобы они подняли свою публикационную активность, научную активность, сфокусировались на новых перспективных нишах, попробовали найти ответ, позиционирование в глобальных вызовах, ну и продвигались это в авторитетных, независимых международных рейтингах. По словам Дмитрия Медведева, сегодня в проекте 5 ТОП 100 участвует 21 университет, который был отобран по итогам двух конкурсов – 2013 и 2015 годов. За 7 лет из федерального бюджета было выделено около 70 миллиардов рублей на поддержку участников проекта и достижениями конкретных результатов. В 2012 году до запуска проекта в различные рейтинги – отраслевые, предметные, институциональные – входило 15 наших университетов. В этом году их уже 48. Наиболее сильные позиции у нас в предметных рейтингах, и это естественно, особенно в математике, физике, компьютерных науках, информатике, инженерном деле. В 2012 году по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в России училось почти 165 тысяч иностранных студентов, а в прошлом году уже 280 тысяч. В Казанском федеральном университете число иностранных студентов с 2010 года возросло в 15 раз и достигло более 9600 человек из 106 стран мира. У нас сейчас 9656 иностранных студентов. Прирост – это больше, чем все вузы программы 5 ТОП-100, но по удельному весу иностранных студентов из-за нашего размера вуза мы на 12 месте. То есть мы вторые по стране по количеству привлеченных на первом месте, по совокупному привлечению среди программ 5 ТОП на первом месте, а по относительным показателям на 12. Премьер-министр также отметил, что важно, что повысилась роль университетской науки. В советское время наука концентрировалась внутри Академии наук, в то время как во всем мире наука развивается внутри университетов. Поэтому очень хорошо, что университеты – это теперь именно научные центры. В планах до 2024 года нужно постараться вывести Россию в пятерку лидеров по научным исследованиям и разработкам и в десятку по присутствию в ТОП-500 глобальных рейтингов университетов. Сейчас Россия на 17 месте. Казанский федеральный университет изначально с момента участия в программе ТОП-500 выработал для себя свою собственную стратегию достижения поставленных целей. Мы посмотрели, какой есть у нас потенциал, какие есть глобальные вызовы, какие есть большие страновые вызовы и региональные вызовы. И на что нам нужно сфокусировать, на какие проекты, какие отрасли, какие направления поддержать для того, чтобы устойчиво функционировать в будущем. Мы определили приоритеты нашей стратегической академической единицы и группы проектов, которые будут вести и определять профиль нашего университета в дальнейшем. Кто-то дает в публикациях, кто-то дает в НИР и ОКР, кто-то в инновационной деятельности и так далее. То есть нельзя сказать, что они равнозначны, но это вот, как там тройка говорит, а у нас четверка наша, вот то, что наш университет это тащит. Казанский университет демонстрирует одну из лучших динамик в продвижении. В рейтингах КФУ вырос более чем на 260 позиций, став одним из первых среди российских университетов по охвату предметов и областей. Сейчас ВУЗ присутствует в 57 рейтингах, для сравнения в 2013 году лишь в 8. Более того, в области образования университет вплотную приблизился к сотне лучших. Но судя по заявлениям премьер-министра России Дмитрия Медведева, нас ожидает в будущем реинкарнация программы. В частности, предстоит расширение числа участников проекта с нынешних 21 до 30 университетов с увеличением общего фонда финансирования. На следующий день после встречи с главой правительства команда Казанского Федерального Университета во главе с ректором Ильшатом Гафуровым защищала свою дорожную карту перед Советом по повышению конкурентоспособности ведущих вузов России среди ведущих мировых научно-образовательных центров. Речь идет о постоянно действующем международном совещательном органе. В итоге защиты дорожной карты Казанский Федеральный Университет сохранил свои позиции во второй группе участников программы 5 ТОП-100, что уже можно считать очень неплохим результатом в свете весьма жесткой конкуренции с другими участниками программы. Не лишним будет добавить, что программа ТОП-100 выходит на свою финишную прямую в 2020 году. Мы в ближайшее время распределим финансовые ресурсы, но традиционно у нас, исходя из того объема финансовых ресурсов, которые есть в бюджете, а это порядка 10 миллиардов рублей, университеты, которые попадают в первую группу, получают около 900 миллионов рублей, во вторую группу порядка 450 и в третью группу порядка 120-130 миллионов рублей. Есть принципиальное решение о том, что масштаб программы глобальной конкурентоспособности российских вузов будет расширен с 2021 года. Мы планируем рассмотреть заявки университетов и отобрать не менее чем 30 участников. Скорее всего, нам нужно будет выделить несколько групп в этом проекте с тем, чтобы внутренняя конкуренция за ресурсы, за достижения была одним из основных инструментов реализации этой глобальной задачи. Мы рассчитываем, что в конкурсном отборе смогут принять участие порядка 50-60 университетов, они должны предоставлять различные регионы и нам необходимо охватить все федеральные округа. Поэтому будет изменен порядок отбора, возможно будет изменен порядок предоставления средств федерального бюджета и эти решения мы должны будем детально проработать уже в предстоящие месяцы. Очень непросто, там же, как известные пословицы, иногда надо даже очень быстро бежать только для того, чтобы остаться на месте. То есть там цена вопроса очень большая, это сопоставимо с бюджетом развития многих крупных российских вузов, 450 миллионов это рублей. И поэтому, в чем сложность была вот этого конкурса, в том, что если раньше мы сами строили свою презентацию, то есть исходя из нашего видения, из нашей концепции, в этот раз они дали очень жесткую форму, где амбиции, целеполагания, позиционирование и ряд шагов в области образования, науки и инноваций был жестко прописан. И поэтому, то есть я хочу сказать, я очень непросто строил с обсуждением. Нас пригласили на 10 минут раньше и на 15 минут позже мы, ну скажем, вышли из положенного графика. Там 10 минут дается вот на презентацию на английском языке и 20 минут на вопросы. Получается, что мы в общей сложности, то есть фактически у нас было две защиты по времени. На днях в городе Москва состоялось очень важное и знаковое событие. Прошел Совет по развитию конкурентоспособности ведущих российских вузов в системе международных научно-образовательных центров мира. Совет по так называемому проекту 5.100. Что такое проект 5.100, напомню для наших теледрителей. Это государственная мера поддержки ведущих российских вузов, призванная вовлечь наши вузы в ряды ведущих вузов мира. То есть 5 российских вузов должны войти в топ-100 ведущих мировых высших учебных заведений. За 7 лет через эту программу прошло около 70 миллиардов государственных денег. Понятно, что к работе Совета приковано самое большое внимание и со стороны правительства. Так в заседании Совета участвовал и премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев. На заседание Совета были приглашены ректора ведущих российских вузов. И, безусловно, Казанский федеральный университет был представлен нашим уважаемым Ильшатом Равкатовичем Гафуром. На заседание ведущие университеты нашей страны защищались, докладывали. И, как говорят, выступление нашего ректора было одной из лучших. В своем выступлении Ильшат Гафуров остановился на том, что вспомнил, какой долгий и трудный путь проделал наш университет за время становления данной программы. За все это время удалось интегрировать несколько разродненных казанских вузов, придать им динамичный рост и поставить им единую корпоративную культуру нашего казанского университета. Число зарубежных студентов, обучающихся в нашем вузе, является рекордным среди российских вузов. А средний балл ЕГЭ до поступления в наш вуз тоже остается очень высоким, несмотря на большой наплыв желающих абитуриентов. Сейчас в программе 5.100 участвует 21 российский вуз. И наш казанский вуз занимает в этом небольшом рейтинге место среди ведущих региональных университетов страны, что позволяет надеяться на получение государственной поддержки в сумме не менее чем полмиллиарда рублей ежегодно. Но, как подчеркивалось на заседании совета, список вузов планирует увеличить с 21 до 30. А это означает, что в ближайшем будущем возрастет конкуренция за государственные деньги. Что ж, Казахскому федеральному университету не стоит краснеть. Университет всегда работал в жесткой конкурентной борьбе. И это позволяет смотреть в наше будущее достаточно большим оптимизмом. О создании НОЦ, научно-образовательного центра мирового уровня, шла речь на встрече в Казанском федеральном университете с участием ректора Ильшата Гафурова. В обсуждении принимали участие премьер-министр Татарстана Рафис Бурганов, ректор Казанского государственного медицинского университета Алексей Созинов и директор Казанского научного центра отделения Российской академии наук Алексей Няшин. Создание НОЦ мирового уровня в Татарстане требует консолидации усилий всего научно-промышленного потенциала республики, акцентировал на встрече ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. В голубом зале Казанского федерального университета прошло совещание, где обсудили создание научно-образовательного центра мирового уровня в республике Татарстан. Встреча состоялась по инициативе ректора КФУ Ильшата Гафурова. На ней присутствовал министр образования науки Татарстана Рафис Бурганов, первый заместитель министра образования науки Татарстана Андрей Поминов, ректор Казанского государственного медицинского университета Алексей Созинов и директор Казанского научного центра РАН Олег Синяшин. В указе президента Российской Федерации от 2018 года Владимир Путин поручил создать не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня к 2024 году. Правительство должно обеспечить присутствие Российской Федерации в числе пяти ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Мы здесь собрались достаточно заинтересованные люди. Я уже не буду говорить, чтобы было озвучено послание президента нашей республики, но совету о необходимости создания НОЦ и участия в этом проекте нацпроект по науке. Через этот НОЦ мы можем привлекать сюда, наоборот, партнеров. Наши партнеры только должны работать через университеты и институты РАН. Сейчас один НОЦ создаем, наше желание, по крайней мере, такое. Мы тематику потом в этот же НОЦ можем добавлять? Всех тематику. Более того, вопрошаем, как мы... Никаких по формальным признакам... Нет, мы участвовали в Сколково, да, с Маратаршевичем там. И самая большая проблема вот этих вот, их там заслуживают. Вот эти вот НОЦы, которые ни один из них не получил поддержку, потому что они узконаправлены. Понятно, здесь у меня ответили. Это первый вопрос. Второй вопрос. Мы по первой тематике готовы, мы знаем, что мы идем, да? Алексей Станиславович, здесь вы про медицину говорили, про онкологию. Это медицинская тема, первая. Да. Мы по ней готовы? Готовы. Более того, было поручение Рустама Рогаевича на Совете Ректоров по медицине, по педагогике, по ИТ, по сельскохозяйственной науке написать отдельный проект. Мы можем по этой медицинской тематике вот эту таблицу начинать заполнять? Можем. То есть давайте мы по этой тематике пойдем? Хорошо. Ну а все, мы сейчас имеем технологии. То есть мы хотим медицинскую тематику больше расширить, написать био, мед, агро. Я понимаю, я в чиновничном смысле говорю. Можно. А у нас первый наверху президент Республики Татарстан, он есть. Все остальное вниз пока ничего нет. Мы начинаем, да, совет комплектовать, там, мы уже там написать положение, да, еще, еще, еще. Ректор КФО особо отметил, что в создании национально-образовательных центров должны принимать участие все университеты, институты и основные промышленные компании Республики. Объединение усилий ученых правительства Республики Татарстан и компаний региона, предложенное Ильшатом Гафуровым, обеспечит рост конкурентоспособности бюджета образующих предприятий Республики и снятие зависимости от иностранных технологий. Если решение о создании новой структуры будет принято, то в ее задачи будет входить насыщение рынка новыми товарами, созданными на основе разработок отечественных ученых. Итогом встречи в КФО стало понимание необходимости создания структуры, которая объединила бы как академические институты, так и университеты. Самое главное, мы должны сформировать консорцию, объединить усилия научных и образовательных организаций и предприятий нашей Республики. Поэтому Ильшат Афгатч, он уже подготовил видение нашего университета. И сейчас наша задача попробовать сформировать уже не университетскую, а татарстанскую команду, которая бы определила основных участников, выбрала бы приоритеты, которые бы уже не университет, а всю Республику бы запустили новый инновационный процесс. В конце октября в Москве состояло заседание Совета по повышению конкурентноспособности ведущих университетов Российской Федерации, так называемый Совет проекта 5.100 под предпредседательством вице-премьеры Татьяны Голиковой. Главная, приятная и долгожданная новость, что проект 5.100 будет продолжен и после 2020 года, то есть и после официального завершения этой многолетней программы по повышению конкурентноспособности ведущих российских вузов в глобальном мире науки и высшего образования. Это значит, что после 2020 года вузам участников проекта, а среди которых и наш Казанский федеральный университет, не придется резко сворачивать перспективные проекты и направления, начатые в последние годы из-за прекращения их финансирования. Более того, правительство Российской Федерации, уставный вице-премьера Татьяны Голиковой, предложило расширить список участников проекта 5.100 с нынешних 21 вузов до 30 за счет региональных отраслевых вузов, что теоретически дает шансы Казанскому техническому и технологическому университетам, бывшим КХТИ и КАИ, также включиться в гонку за международными рейтингами и получить доступ к дополнительному финансированию со стороны федерального правительства. Вообще региональному аспекту развития российских вузов было уделено особое внимание. Апофеозом стал призыв Татьяны Голиковой к расширению географии участников проекта 5.100 за счет регионов, не являющихся сегодня признанными вузовскими центрами страны. Но на полях, в маргиналиях Совета 5.100 имелись и другие настроения. В частности, неофициальные источники сообщают, что ректор Московской высшей школы экономики Ярослав Кузьминов, который сейчас является неформальным лидером сообщества ведущих столичных вузов, высказал ряд инициатив, которые напротив дискриминируют региональные вузы. К таким относятся предложения, например, увеличить минимальные проходные баллы ЕГЭ для поступления в вузы, как на бюджетные, так и на коммерческие места, что ставит под удар слабые региональные отраслевые вузы. Слабые они с точки зрения, конечно, столичных грантов университетских, но зачастую очень важные для регионов, поскольку готовят кадры для их местной экономики и региональной промышленности. Но они престижны по столичным меркам профессии. Собственно, в депрессивных регионах страны именно эти вузы обеспечат возможность получения высшего образования для небогатого населения. И это предложение принято правительством Российской Федерации в разработку. Другая идея столичных грантов – упорознить Институт федеральных университетов. На рассмотрение правительством не принято, как слишком радикально и скандально, но тем не менее позиция столичных вузов с их огромным лоббистским ресурсом была озвучена. И она понятна. Они считают, что объемы финансирования региональных вузов слишком большими, и им бы было интереснее переспределить эти ресурсы в свою пользу, а в перспективе вообще монополизировать рынок вузовских услуг в столичных регионах с незаступными для подавляющего населения страны стоимостью обучения. С формальной точки зрения позиция лидера вышки и других грантов имеет свою логику. Столичные вузы действительно могут или близки к тому, чтобы обеспечить конкурентоспособное на международном уровне высшее образование. Но есть и логика общественная, не государственная, которая противоречит лоббистским усилиям столичных вузов. Вряд ли студент столичного вуза вернется в свою тьму таракань, чтобы в резиновых сапогах месить родную глину, скорее напротив, постарает сосед в столицах или же она вообще покинет пределы страны, поискать счастье за пределами взрастившего его отечества. Насколько это интересно самому отечеству, вопрос риторический. Ну и в завершение добавим приятности. На Октябрьском совете 5 стоков его подтвердил свои позиции в рейтинге вузов участников проекта, следствием чего Казанскому университету гарантирован ли транш в размере 450 миллионов рублей для продолжения финансирования мероприятий в рамках повышения международной конкурентоспособности. Республика Татарстан была выбрана в качестве площадки по строительству питомника для кошачьих в России. Центр будет называться Акбарс и предполагает изучение редких видов кошачьих. Совещание на эту тему прошло в Казанском федеральном университете. В стенах университета обсуждают данную проблему не случайно. Ученые КФУ совместно с Казанским зооботаническим садом разрабатывают генный препарат для регенерации тканей у кошачьих после травм. И на этом пути уже есть весьма неплохие результаты. Республика Татарстан была выбрана в качестве площадки для строительства питомника для семейства кошачьих. 29 октября в Голубом зале Казанского федерального университета прошло совещание по этому поводу. Центр будет называться Акбарс. Он предполагает изучение редких видов кошачьих. Речь идет, конечно, не о домашних питомцах, а о таких видах, как амурский тигр, дальневосточный леопард, рысь, снежный барс и другие. Это центр изучения редких видов кошачьих. А снежный барс – это название центра. И более того, сейчас было выдвинуто предложение, и все участники совещания его поддержали, чтобы название центра было Акбарс. Ну, это более, скажем так, приемлемое и благозвучное название для нашей республики. Но центр будет фокусироваться не только на снежном барсе, но и на других редких представителей семейства кошачьих. Впервые о концепции центра разведения крупных диких кошек заговорили несколько лет назад. Несколько раз ее меняли. В прошлом году предполагалось, что питомник или центр по разведению снежных барсов появится в Зеленодольском районе. После этого долго не было новостей. И вот молчание было прервано. Центру быть. Куратором проекта стала Академия Крошков. Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан предложило новую концепцию. Не разведение, а изучение жизни диких кошек. Надо сделать центр, где и снежного барса надо изучать, и другие виды кошек. Начинать надо, естественно, с редких видов. В первую очередь, с тех, которые живут на территории нашей страны. А ученые, которые должны с ними работать. Понятно, что в первую очередь должны быть ученые нашей страны. Особенно из Татарстана, поскольку центр здесь находится. Но не только. На мой взгляд, это должен быть центр, в который можно будет привлекать ученых и из-за рубежа. Центр по изучению редких видов диких кошек, в том числе по изучению снежного барса, возведут в Камско-Устинском районе Татарстана, неподалеку от поселка Тенишево. Наш климат ненамного отличается. Может быть, он теплее, и, конечно, это не высокогорье. Но в целом кошки все равно чувствуют здесь себя комфортно. У нас на протяжении многих лет снежные барсы жили в Казанском зооботсаде, чувствовали себя вполне комфортно, счастливо. Поэтому я уверен, что мы сможем создать в Татарстане для них благоприятную среду обитания. Но, конечно, вставал вопрос о том, что все-таки Татарстан не является эндемичным, то есть естественной средой обитания для многих редких видов кошек. И именно поэтому мы не будем заниматься их размножением для реинтродукции, то есть выпуска в дикую природу. Мы сосредоточимся на наших научных компетенциях и создадим резервную популяцию, которую мы будем, во-первых, исследовать в разных научных проектах, по генетической, по спортизации, например. И в то же время это будет своего рода биобанком, резервом для того, чтобы при необходимости можно было обмениваться особями между разными центрами для поддержания генетического разнообразия и здоровья популяции в целом. Место выбрано. Теперь будет составляться проект центра. Здесь в дальнейшем будут располагаться вольерные комплексы, центральная лаборатория, пункт видеонаблюдения. Центр будет представлять собой большой комплекс определенной инфраструктуры, которая обеспечивает содержание животных, наблюдение за их поведением. Предполагается, что центры будут выполнять сразу несколько функций. Вот вокруг этого центра должны быть объединены, как мне кажется, целый огромный спектр лабораторий, научных институтов, университетов, которые и проводят исследования на этих видах кошек, и готовят специалистов, которые будут с ними работать. И студенты выполняют свои дипломные работы, курсовые работы, и аспиранты выполняют кандидатские свои работы. Не случайно совещание проходит в стенах Казанского федерального университета. Специалисту OpenLab генной и клеточной технологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ совместно с Казанским зооботаническим садом как раз разрабатывают генный препарат для регенерации тканей после травм у кошачьих. Успешный опыт применения таких коктейлей для инъекций, представляющих смесь несколько родных для данного вида животных генов, у исследователей уже имеется, в том числе и в отношении человека. Уколы препарата эффективны при ишемии нижних конечностей, незаживающих язвах, травмах периферических нервов. У собак такие генные коктейли способствуют ускорению срастания переломов, связок, крестовидная связка на колени, кусанных незаживающих ран и язв. С помощью уникального генетического укола ветеринара Подмосковья в рекордные сроки полностью восстановили лошади Афродити, порванное сухожилие. Казанский университет уже сейчас является одним из ведущих генетических центров в России. И не только в России, на самом деле, нас уже начинают узнавать и за рубежом. У нас есть очень хорошие коллаборации, то есть сотрудничество с ведущими японскими, британскими, американскими университетами, входящие в сотню лучших университетов и научных организаций в мире, в том числе по генетике. У нас уже сейчас есть большой опыт по созданию генных препаратов для лечения лошадей, о которых мы рассказывали, о собак. И сейчас мы уже создали препарат для лечения кошачьих. Он находится на стадии лабораторной апробации. То есть мы его исследуем сейчас в лабораторных условиях. Но с созданием центра направление регенеративной ветеринарной медицины получат дополнительный толчок, дополнительный стимул. Потому что эти технологии, они применимы не только для лечения человека, но и применимы для лечения любых других, скажем так, живых существ. Стоит отметить, что создаваемый центр станет площадкой для комплексных мультидисциплинарных исследований. Это исследования поведения, генетических, физиологических особенностей. Задача ученых – изучать механизмы адаптации, для того, чтобы понять, каким образом они приспосабливаются к самым разным условиям жизни. И вновь о рейтингах. 17 российских вузов попали в рейтинг US News Best Global Universe. Казанский федеральный университет в этом рейтинге уже не первый год. И все эти годы динамика позитивна и очевидна. Примечательность данных рейтинга этого года в том, что в направлении науки о космосе Казанский федеральный университет вышел на 114-ю позицию в мире и на второе место в России после Московского государственного университета. Одним из ярких критериев успешности вузов сегодня становится вхождение в мировые университетские рейтинги. Так, 17 российских вузов попали в рейтинг US News Best Global Universities. Причем 14 из них – это участники проекта 5.100, в котором принимают участие Казанский федеральный университет. Отличительной чертой рейтинга US News Best Global Universities принято считать жесткие критерии отбора вузов. При этом рейтинг фокусируется в основном на академических исследованиях университетов и общемировой академической репутации. Это американское агентство, которое вообще достаточно давно производит рейтинг национальный, то есть своих университетов. И уже два года оно как раз производит мировой рейтинг. Российские вузы участвуют в рейтинге с 2015 года и постепенно укрепляют свои позиции. Так начиналось все с четырех университетов, а сегодня их уже 17. Кроме общего академического рейтинга в US News Best Global Universities есть еще и 28 предметных рейтингов, где тоже активно представлены вузы из России. Стоит отметить, что US News Best Global Universities входит в число рейтинговых агентств, которые выделяют такую предметную область, как наука о космосе. Я думаю, что если или ТИЧИ, или КОЭС выделят астрономию в отдельный рейтинг, то есть мы и в мире займем, ну скажем, мы действительно входим в топ, я не скажу, что 50, но топ 70 по всем расчетам в области астрономии мы заходим. Только из-за того, что количества таких вузов очень мало, и инфраструктура, требования к инфраструктуре очень высокие именно в этой, то есть нужны телескопы, нужны дорогостоящие оборудования. В 2018 году университет в данной предметной области впервые вошел в рейтинг, сразу разместившись в топ 150 – 133-я позиция. В этом году КФУ поднялся сразу на 20 пунктов – 114-е. По России Казанский федеральный университет занимает второе место. Первое место за Московским государственным университетом имени Ломоносова. В прошлом году мы были 133-е, в этом году мы 114-е. То есть, видите, достаточно хороший такой скачок для нас, да, то есть почти 20 позиций. И примерно почти 20 позиций скачок МГУ. То есть МГУ в этом году вошел в топ-100. Мы пока еще вот на границе топ-100. И наша задача, конечно, чтобы мы, ну, я не скажу, что на следующий год, но двигались в этом направлении и попали в топ-100 лучших университетов мира, которые занимаются именно космической наукой. Я провел сравнение в этом рейтинге. Сейчас есть еще МГУ, как я сказал, которая попала в топ-100 в этом году, и Санкт-Петербургский университет, который в топ-300. А других университетов в России в нем просто нет. Казанский федеральный университет – это единственный из вузов проекта 5-100, попавший в рейтинг по наукам о космосе. Это не случайно, ведь в КФУ сложилась мощная инфраструктура, связанная с исследованиями космоса. Это две обсерватории в Казани и одна на Северном Кавказе, а также один из крупнейших телескопов РТТ-150, который находится в Турции. У нас один из немногих университетов, который именно создавал свою инфраструктуру, создавал свои обсерватории. Пожалуй, сейчас обсерватория есть только в МГУ, они строят площадку на Северном Кавказе свою. И это школы, это научные школы, школа гравитации, школа астрономии. Но не только на этом заканчивается успех наших астрономов. Казанский федеральный университет осуществляет наземную поддержку в российско-германском проекте «Спектрингенгама». Для этого используется уникальный телескоп КФУ – российско-турецкий телескоп 150, расположенный в Турции. В ходе этого проекта «Спектрингенгама» будет регистрироваться очень большое количество звездных, то есть горячие звезды со звездным ветром, который разлетается от горячих звезд с большими скоростями, там несколько тысяч километров в секунду, соударяется с межзвездной средой. И вот в местах соударения среда будет разогреваться, будет возникать рентгеновское излучение. И этот спутник будет такое излучение регистрировать. А наша задача будет регистрировать оптическое излучение этих горячих звезд, анализировать методы модели атмосфер, получать их физические параметры. «Спектр РГ» – это международный российский-германский проект, который был успешно запущен 13 июля с космодрома Байконур с помощью самой мощной российской ракеты – «Протона». Руководителем столь масштабной миссии с российской стороны является академик РАН Рашид Сюняев. Миссия аппарата поистине великого масштаба – создание детальной карты видимой Вселенной в рентгеновском диапазоне электромагнитного излучения, на которой будут отмечены все крупные скопления галактик. На борту аппарата располагаются два уникальных рентгеновских телескопа – российский ART-XC и немецкий Ерозита. Стоит отметить, что российско-немецкая астрофизическая космическая обсерватория «Спектр РГ», выведенная на орбиту в июле этого года, достигла окрестности точки Лангранжа L2, которая находится в полутора миллионов километрах от Земли. Источки одновременно видны и Землю, и Солнце. Там нет таких сильных помех, как, к примеру, на орбите нашей планеты. А значит, условия для наблюдения близки к идеалу. Орбитальная амсерватория «Спектр РГ» была успешно запущена с помощью российской ракеты «Протон-М». И вот был этот период, так называемый 100-дневный период перелета в точку Лангранжа L2. Она находится на расстоянии примерно полтора миллиона километров от Земли, в сторону от Солнца. И вот где-то в конце 21 октября этот перелет был успешно осуществлен. И в течение вот этих всех 100 суток российские наземные телескопы оптические, включая наш телескоп, установленный в Турции, контролировали траекторию полета орбитальной обсерватории. Правильно ли она летит в нужном ли направлении, в нужное положение. В отличие от действующих сейчас рентгеновских устройств, поле зрения которых ограничено, «Спектр» сможет делать полный обзор Вселенной с рекордной чувствительностью. С его помощью ученые сначала рассмотрят известные объекты, а дальше они ожидают, что последуют новые открытия. Участие КФУ в столь масштабной коллаборации даст ближайшим будущим первые результаты исследований, которые не раз подтвердят занимаемую Казанским университетом позицию в рейтинге US New Best Global Universities. В рамках празднования своего 215-летнего юбилея Казанский федеральный университет проводит ряд просветительских акций в 16 городах и районах Татарстана. Мероприятия будут проходить вплоть до начала декабря. Хотим предложить вашему вниманию наш сюжет о нескольких мероприятиях, которые уже прошли. В октябре Казанский федеральный университет начал реализацию масштабной просветительской акции «Научный десант КФУ». Проведение серии научно-популярных мероприятий, приуроченных к 215-летнему юбилею Казанского университета. Инициатором проведения научного десанта в преддверии празднования юбилея КФУ является ректор Эльшат Гафуров. Самыми первыми научный десант КФУ встретили жители Опастова 25 октября. Опастова, во-первых, конечно, наш подшипный район, поэтому мы здесь, я думаю, не случайно встретили такой теплый прием. Друг за другом идут мероприятия, и люди постепенно узнают и об университете, и расширяют свой кругозор, что-то нового узнают. Вот это очень здорово, в общем-то. Я думаю, такие вот вещи, они, конечно, особенно у молодежи вызывают большой интерес. Представители 13 институтов, одной высшей школы, одного факультета и двух филиалов КФУ посетят 18 городов и поселков республики. Где причитают научно-популярные лекции, проведут мастер-классы, занимательные интерактивы, продемонстрируют опыты, все самое интересное, зрелищное и масштабное. Мы берем соль, вода, дихромат, наливаем туда спирт и поджигаем просто. И это как извержение вулкана. 25 октября у Опастова представители вуза выступили с двумя лекциями. Когда мы подбирали наш лекционный материал, мы ориентировались на все-таки профориентационное направление. И первая лекция у нас была про профессии будущего, и вторая лекция, которую прочитала я, она была про умение себя презентовать. И сейчас, на мой взгляд, тоже не менее важная лекция. Она больше касается, конечно, безопасности жизнедеятельности. Сейчас наш преподаватель Институт фундаментальной медицины и биологии рассказывает об оказании первой медицинской помощи. Далее акт состоялась в Мамадыше-Леногорске. Мамадыше-праздник науки собрал свыше 400 жаждущих новых знаний слушателей. По течении интерактива в КФУ вовлечение молодого поколения в науку путем проведения научно-популярных лекций, где доступным языком ученые рассказывают о земле, о психологии человека, демонстрации физических и химических опытов. Все это способствует определению выбора будущей профессии. Многие слушатели всерьез задумываются о поступлении в КФУ, рассматривая университет в качестве приоритетного. На все интересующие вопросы подобные ответы на местах дают представители приемной комиссии Казанского университета. С Силабужским институтом ЕИКФУ я знаком достаточно давно, так как я принимал участие во многих олимпиадах этого института. В частности, это созидательный труд школьников, в котором я уже участвую более пяти лет. Я узнала больше о студенческой жизни, также я узнала о инженерном институте. Я хочу поступить либо на инженерный институт, либо институт математики и физики. В будущем я хочу стать геологом. Мне очень интересна эта профессия, она перспективна и рентабельна. А сейчас у нас появляются все новые и новые способы добычи и разработки месторождений, поэтому эта профессия никогда не устареет и всегда будет актуальной. Очень многие поступают в КФУ, потому что направлений там очень много. Некоторые мои знакомые поступили в этом году туда, им нравится, они довольны. Они не говорят, что учиться там трудно, еще как. Четвертой локацией научного десанта стала нефтяная столица Татарстана – Альметьевск. Своей дверью горожанам открыл детский технопарк в Анториум. На мероприятие съехались около 700 школьников. Серия научно-популярных интерактивов на этом не заканчивается. Научная десантка ФУН набирает обороты. Впереди еще не один город. Итак, наше время подошло к концу. Вы смотрели информационно-аналитическую программу «Контекст» на телеканале «Универтова». Вел программу Ильдар Каримов. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова